Извиняюсь. Значит, основное зачисление практически во всех вузах – это вторая волна. Александр прав, он очень четко вам дал понять саму картинку. Первая волна – это ребята с очень высокими баллами. В основном, если говорить про уровень мыси, то это 265, 280, 290, да, вот у нас было буквально 3 человека. Вот такие ребятки. Ну, плюс олимпиадники – это с трехсотками, вот они идут. Вот, но, то есть вы должны понимать, что не надо не пугаться ничего, совсем небольшой, так сказать, процент зачисления в первой волне практически во всех вузах. Это уже закон, это как бы апробацию прошли, и же мы с этими этапами. Давай, Саша, дальше. Прежде чем начнем тогда второй этап, тоже по опыту других вузов. Такое предостережение, это не черная реклама, не черный маркетинг, но понимание. Зачастую в других вузах будут раздаваться такие фразы, будут телефонные обзвоны, и вам будут говорить, вы у нас в первой волне еще не прошли, но оригинал приносите в первой волне. Вдруг мы вас зачислим. Вдруг не бывает. Поймите, по закону они никак вас зачислить не могут. Там просто в прошлом году были такие личные ситуации, когда задавали вопрос, ну мы вам оригинал отдаем, вы что нам 5 августа зачистите? Нет. А зачем оригинал тогда? Ну, чтобы нам надежнее было. Сами понимаем, да, кроме... Просто будьте готовы к таким фразам со стороны вуза, бывает такое. Значит, вторая волна, она с 5 по 9 августа. В ней теперь участвуют абсолютно все абитуриенты, все, которые у нас есть в этих списках. Задача вуза простая. Взять количество абитуриентов, равное нашему количеству свободных мест. Условно, если на экономику осталось 100 бюджетных мест, да, на вторую волну, то нам нужно взять 100 ребят из этого списка. Сверху вниз. Здесь важно понимать, не кто первый принесет оригинал того и места, а кто на момент окончания приема оригиналов будет у нас с оригиналом в нашем вузе. Как это происходит? Здесь тоже понимание, в разных вузах в разное время 9 августа заканчивается прием документов. Где-то в 11 утра, где-то в час, мы, как правило, на час дня ориентируемся, а где-то и в 5-6 часов вечера. Но это мало буквально вузов, наверное, вузы такие чуть более слабого порядка. Значит, примерно до часу дня подаются эти оригиналы 9 августа. Здесь ждать последнего дня не стоит. Как правило, когда вторая волна начинается, наша вот эта аудитория, которая идет с балом таким привычным для МСИ, аудитория, которая изначально поняла, что она пойдет в МСИ, они где-то уже 5-6 августа к нам основные массы оригиналов свои приносят. И мы уже к концу 6 августа, 7 августа понимаем складывающуюся ситуацию, тоже довольно-таки традиционную для нас. То есть, с позиции вуза объяснил, теперь попытаюсь с вашей стороны объяснить. С вашей стороны, ваша задача попасть в это количество бюджетных мест. На экономику 90 или 100 мест бюджетных, на менеджмент больше, меньше, на компьютерные специальности. Ваша задача попасть в это место. Что вы делаете? Вы ежедневно заходите на наш сайт, открываете списки по всем направлениям и считаете количество оригиналов до вас. Условно. Есть у нас 100 бюджетных мест на второй волне. Вы посчитали оригинал от фильтрации, просинка по плюсу сделали. Потом, когда списки появятся, летом будем это тоже еще неоднократно показывать. Фильтрацию сделали в Excel по плюсикам и вы увидите, вы в числе 90 человек, либо вы далеко за этим пределом. И для вас будет ситуация более-менее ясна. То же самое вы понимаете, если вы условно 10 в списке оригиналов, а мест 90, то это одна ситуация. А если вы 89 на 90 мест, то другая ситуация складывается. И здесь, соответственно, вы принимаете решение отдавать оригинал в тот или иной ВОЗ, отдавать оригинал на то или иное направление. Последнего дня, наверное, ждать особо мы всегда не советуем. Наверное, последнего дня ждут как раз ребята пограничными баллами, которые как раз на направлении, которые у нас всегда немножечко более с низким баллом идут. Это вы можете по баллам увидеть. Там правда каждый год меняется, потому что ребята видят низкий балл был в прошлом году, значит будет легче. Массово идут на это направление и ситуация переворачивается абсолютно наоборот. Теперь вот на уточнение. Александр вам рассказал, как статистика, очень четко все рассказал, как нужно подходить именно рассчитывать. А теперь вот здесь вот такой нюанс. Вторая волна. Для всех ВУЗов не промыси, говорю сейчас, что вам надо знать. Во второй волне, Саша вам правильно сказал, что во второй волне ВУЗы зачисляют всех из списка, всех, кто принес оригиналы по количеству свободных мест. На вторую волну обычно остается у нас хвост примерно из тысячи человек. Примерно. А мест, ну вот, 90 мы договорились. Значит, что делать людям, да, вот абитуриентам и родителям, как принимать решение? Гарантию, вот в чем нюанс. Для всех ВУЗов одинаково. Самый ваш больной вопрос, куда бежать с оригиналом? В какой из пяти? Гарантию ВУЗ дает зачисление только тем ребятам, которые тоже, что в первую, что во вторую волну попали в так называемый список рекомендованных. Список рекомендованных. Обязательно в этом ранжированном списке, как Саша сказал, написано к приему или рекомендованы к приему и резерв. Зачислены-то будут все по количеству оставшихся мест, но гарантию, что да, вы приносите оригинал, мы даем только тем, кто в списке рекомендованных. Это значит, что вы приносите, а мы вас обязательно 10 числа в приказ зачисляем. Что делать остальным, кто стоит второй, третий, четвертый, пятый в резерве? Это не значит, что мы их не зачислим, потому что из списка рекомендованных, так же, как и в первой волне, люди уже зачислены кто-то в другой университет, кто-то сейчас передумал, кто-то не хочет рисковать. В Москве это вообще у нас в основном здесь с общежитием вопрос очень остро стоит. Ребята иногородни принимают решения прямо вот на ходу, родители их забирают в свои города и так далее. То есть не все из списка рекомендованных принесут оригиналы, и тогда мы опускаемся до тех ребят, которые принесли оригиналы из резерва. Но вот в чем вопрос для тех, кто в резерве, а это баллы в основном 220, 225, для экономики это 230, в прошлом году 235. Это очень высокие баллы, особенно для многих университетов. Неси высокий проходной балл. Это бюджет, это бюджет, про бюджет говорим, про бюджет. 235, и представляете, и люди в резерве. Их во многих вузах ждут с распростертыми объятиями, они в резерве. И у нас здесь каждое утро вот сплачут, куда, что нам делать, не стереги, но вы знаете, мы вам здесь не помощники. Мы не можем сказать, да, несите или нет, не несите. И вот тогда включается тот механизм, который сейчас вам очень четко обрисовал Александр, будучи статистиком по первой своей специальности. Это именно методы математического такого анализа. Это расчеты элементарные, потому что изо дня в день вы можете отслеживать, как несут оригиналы. То есть это простой подсчет, сколько оригиналов перед вами. Не с 90, а из списка рекомендованных принесли только 15. Значит, вот она вероятность. Понятно, что в последний день вы можете как бы статистику узнать у нас, сколько человек по дням, когда несут. Да, в последний день приносят массовые оригиналы, но только те ребята, которые не из списка рекомендованных, а именно резервные. Но всегда нужно понимать, что есть такое понятие, как пограничный бал. И всегда кто-то, кто-то, к сожалению, остается, условно бал 225 проходной, значит 224, ребята остаются. И тогда что? Это уже только вне бюджета. Ну или, как сказал Саша, быстро хватать документы. Для этого мы и делаем, чтобы быть, ну так сказать, более честными с вами, потому что мы знаем, что у нас конкурс всегда есть, спрос огромный. И мы документы принимаем, стараемся в 13 часов закончить, чтобы вы уже понимали, что это такое более-менее. Хотя картинку в 13 часов даже мы не понимаем до конца. Смотрите, суть в чем. Чтобы вы понимали, хотя бы в общем состоянии дела, если что, хватали документы и ввезли его в тот вуз, где у вас более крепкие позиции. Понятно, что у каждого все равно же приоритеты из этих пяти вузов, да, и у кого-то запасные там есть так называемые аэродромы. Вот. Но вот ситуация такая, мы со своей стороны все время с вами на связи, пытаемся дать вам срез. Значит, вот смотрите, ежедневно мы по оригиналам, как несут оригиналы ребята, будем делать вам на этапе зачисления срез дважды в день, да. Днем снимать, сколько оригиналов принесли, и вечером. Но вот этот день очень нехороший, последний, 9-го числа. Это всегда кто-то радуется, смеется, кто-то все равно плачет. Да, вот, ну понятно. Что, значит, ситуация в чем? Вот этот срез, мы не успеваем его дневной сделать, мы вам выдаем только в режиме реального времени, и то, как. Что такое срез? Это же автоматически система считает. Остановить прием мы не можем, потому что что такое срез? Мы должны остановить прием документов, да, и дать вам выкладку. Значит, либо мы принимаем, либо мы останавливаем. Мы принимаем до 13 оригиналов, а когда уже останавливаем, ну, сами понимаете, уже поздно. Поэтому вживую стоят, ну, как бы отработанная тоже эта система, стоим мы, стоит родители, обычная инициативная группа, сколько вошло, на какую специальность. Ну, вы знаете, обычно ошибаются на один-два, вот, ну, обычно честно говорят, ведь все же зависит от того, что от ребенка ты заходишь, на какую ты подал, на какую специальность, на какое направление, либо забрал документ. Ну, обычно все честно сообщают, бывает один-два человека, которые упираются, а я не скажу. Ну, опять же таки, все, мы это люди. Ну, вот, поэтому, в принципе, с погрешностью, с очень небольшой, всегда можно вычислить ситуацию. Мы всячески, чем только можно, стараемся вам помогать в этот день. В 13 мы закрываем прием документов и уходим. Продолжение следует...